Если ты хочешь попасть, нельзя, чтобы противник прочитал твои действия. Я легко кидаю ногу, цепляю и убью по пище. Дёргаем и отсюда. Дёргаем и отсюда. Вот так постричать его можно, да, чтобы угрозу чувствовать. То есть мы здесь оперируем угрозами? А спонсором данного ролика является магазин спортивной экипировки Adidas Combat Mart. Только там самая лучшая экипировка для бокса, дзюдо и других единоборств по самым низким ценам. Все ссылки будут в описании. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале Blood and Sweat. И мы, я, Макс Дэдик и Эмин, наш тренер по боксу, сегодня расскажем вам о спрятанном ударе. А даже можно сказать точнее о спрятанном замахе. Ведь мы все знаем, что как аксиома замахиваться нельзя. Если ты хочешь попасть, нельзя, чтобы противник прочитал твои действия. Все это понимают, все это знают. Но тем не менее, удар с небольшим хотя бы замашком гораздо жёстче, чем удар без замашка. Как можно нанести удар в бою? Что нужно для этого делать? Ну, его нужно спрятать определённым образом. Вот, давайте сегодня поговорим с Эмином об этом. Как в боксе. Вот смотри, именно у нас, например, я покажу тебе пару чистых капушинских приколов. Смотри, например, есть такой. Я сильно тебя бью по ноге, и после того, как я тебя сильно ударил по ноге, я легко кидаю ногу, цепляю и бью по пищи, например. Я реагирую? Да. Ты не думаешь совершенно право, право здесь. Или, например, связка антихуга, когда бьётся сильным о вашу голову, и после этого сильно в вашу голову бьётся цуки в бороду. Вот. Тут в чём дело, что настолько страшный и опасен этот удар в голову, хайки, что когда человек увидел его, он неизбежно отклоняется и что-то открывает. Либо живот, либо голову. Я хотел тебя спросить, как в боксе? Есть аналогии? Есть, есть очень много моментов. Давай один раз берём один момент. Например, вот я хочу тебе сильно слева зарядить. У меня, допустим, скрытая. Правша, у меня левая сильная. Я начинаю тебя прикармливать справа. Я тебе отсюда создаю угрозу, но ты реагируешь. Да, да, да. Ты говоришь, да. Начинаешь бить вот так, вот так. То есть вот к этому я тебя готовлю, что после этого у тебя прилетает тебе. Ты начинаешь реагировать, естественно. И после этого, когда я вижу, что ты реагируешь, я начинаю угрозу, ты среагировал, я вывожу руку сюда. Давай ещё сделаем. То есть, бам. И отсюда могу уже поднимать тебя спокойно, потому что ты реагируешь на эту угрозу. Ещё. О, сюда можно закрутить. Смотря, то есть я опять-таки даю угрозу, да, ты реагируешь. Бам, ты реагируешь. И я уже отсюда смотрю, куда реагирую, где открыто. То есть здесь открыто или здесь мне лучше закрутить. Понимаешь, да? Проводишь анализ. Я хочу тебя спросить. Смотри, связано это именно с тем, что ты очень хорошо и жёстко, наверное, сажаешь сначала вправо. Или попал, или действительно удалось почти попасть, чтобы он стал бояться этого удара, чтобы появилась угроза. Нельзя просто делать, да. То есть мы здесь оперируем угрозами. Это не та история, когда ты вышедший с первого рауна, вот это делаешь. Это надо готовить тоже. Это подготовка к атаке, которую надо ещё подготовить, как раз. То есть сильный, очень акцентированный, правый блок, например, да. Да, да. Я же, что я на него не могу не реагировать. По-разному, можно повстречать его, когда он левую бьёт, можно вот так, вот так повстречать его можно, да, чтобы он угрозу чувствовал. И после этого, бам! То есть я здесь создаю угрозу, он реагирует, я отвожу вот этот момент, он занят этим. И отсюда летит, либо снизу. Тут надо центр тяжести, как бы движение, вот как центрифуга. Если я смещаюсь, я тазом вот здесь отвёл, всё, рука здесь, таза отвёл. Вот сюда зашёл. И можно оттуда развивать уже атаку. Вот подобные приёмы, подобным приёмом пользовались там Василий Жир, да, из олдскула, потом Сауль Альварес. То есть современный уже такой. То есть ничего на самом деле не меняется. Это тактика ведения боя. В общем, очередной раз, когда я скрываю замах, я его разогружаю левый, то есть корпус бью. Когда он бьёт меня левый, я его встречаю, да, отсюда, опять-таки, чтобы он чувствовал угрозу. Затем, неважно, притом, на встрече лучше, конечно, когда он бьёт, пару раз бы ты его встретил, потом он туда уже будет бояться, как ты будешь просто даже показывать. И затем мы делаем вот это движение, отводим здесь и выносим вверх. Ещё раз. То есть я уже не доложу, ты уже скрываешь, ты же до этого пропустал живот, конечно. Опять-таки, когда я дёргаю, вывожу руку. Сауль Альварес очень часто это делает, будешь себя загуглить и посмотреть. Очень действительная штука такая. Подписываемся на канал Blood and Sweat. Лайкаем и рекомендуем друзьям. И приходите к нам в Mad Max даже тренироваться. И-о-о-о.